Ребята, всем привет! С вами Ксюша, и сегодня, как вы уже могли догадаться, у нас тема депиляции, эпиляции, так, эпиляции, потому что депиляция это когда бреешь, а эпиляция это когда вот вырываешь волосы с корнем. Если не ошибаюсь, можете исправить меня в комментариях. Я знаю, что многим интересна эта тема, и поэтому я решила снять на эту тему видео. Извиняюсь за свой внешний вид, у меня вылез прыщикус. Ничего, я думаю, это нам не помешает, так что начнем. Почему я, собственно, вообще решилась на эту процедуру? Потому что меня задолбало бритье. Не знаю, как вам, но когда я брею ноги, когда я брею другие части своего тела, то это доставляет мне немного дискомфорт. В том плане, что я могу себя как-то поцарапать, я могу себя там реально цепануть так, что у меня будет достаточно много крови. При том, при всем, у меня после того, как, допустим, я брею вот эту вот зону, у меня спустя 2-3 дня все, как будто я ничего не брила, у меня очень неприятные ощущения. Ну, вы сами, да, наверное, понимаете. Как бы 2-3 дня, и все, заново надо бриться. Ну, конечно, это делать не обязательно. Если вам не заставляют волосы никакого дискомфорта, то и не надо, собственно, это делать. Но мне, лично я объясню, почему это заставляло огромный дискомфорт, что я просто была в шоке. Эти волосы я теперь настолько ненавижу, что никогда в жизни больше не буду отращивать подобную длину. Если волосы на ногах меня не так сильно беспокоят, то в зоне бикини, в зоне подмышек, это прям вообще капец. Где я, собственно, искала мастера? Я искала мастера в ТикТоке. Не знаю, почему, но эта платформа мне как-то вносит доверие. В том плане то, что мастер раскрывается, я вижу, какая у него вообще точка зрения по поводу этого. Я могу больше его узнать, познакомиться с ним. И это оказалось так. Я нашла мастера где-то в час ночи, написала ему, и она, типа, пишет, девушка, я сейчас, сейчас не рабочее время, я не могу вам ответить. И я ей пишу, типа, простите, пожалуйста. Я думала, вы мне утром ответите. Ну, вы поняли, да, я это написала, чтобы потом утром не забыть это сделать и увидеть уже ответ на мой вопрос. Вообще, их можно искать в Инстаграме, то есть пишите там эпиляция и свой город. Ну, по крайней мере, так, мне кажется, самый лучший вариант и самый быстрый вариант. Когда я пришла, какие у меня были впечатления? Я, значит, прихожу туда. Я на 20 минут раньше пришла, но я знаю, что это мастеров бесит, поэтому я просто сидела на лавочке рядом. Я ей написала, что я пришла раньше, но я буду ждать, пока там не скажу, что можно зайти. И она сказала, типа, можете заходить, мне без разницы, потому что я уже готова воспринять. Я такая, хорошо, отлично вообще. Захожу туда, поднимаюсь, девушку меня встретила очень милая. Все, отлично, вообще зашибись. Она мне все начала объяснять, что, как делается и так далее. Я вообще записалась на депиляцию к бикини, но когда я сказала, что я там не использовала бритву всего 3 дня, она вот так вот на меня посмотрела, просто она мне не предупредила то, что нужно отрастить реально длинную длину, простите за тавтологию. Вот, возможно, с ее стороны было это неправильно, не предупреждать меня, а с другой, это я просто дура, и сама не могла догадаться или посмотреть в интернете то, что длина реально нужна приличная. В итоге мне сделали депиляцию ног, и меня все строило, потому что ноги я не привила к тому моменту около недели, но все равно у меня волоски не очень сильно отросли, но не зря же я туда шла правильно, Поэтому у меня все было не супер гладко. Вообще, после первой депиляции, как мне Мася объяснила, все не должно быть супер гладко, в том плане, что если вы будете смотреть, да, реально, я одного волоска, а если вы будете трогать, то, ну, будет такое ощущение, что там, типа, что-то есть. Сделала я депиляцию, и записалась я к ней же уже на депиляцию подмышек и зоны бикини. Отращивала я волосы 14 дней. Эти 14 дней были самые ужасные в моей жизни. Это был ад. Это был ад. Первые два, три, четыре даже дня было все окей. В зоне бикини вообще мне, типа, не особо беспокоило, да, дискомфорт был, потому что я там всегда брею волосы, мне реально это неприятно. Если что, я к волосам отношусь положительно, ребят, делайте так, как вам удобно, но лично мне это очень неприятно. А очень неприятно мне было в зоне подмышек. Как повторюсь, первые два-три дня все было окей, но когда отросла реально приличная длина, это было супер неудобно. Волосы в подмышках, это ад для меня, потому что вот я искупалась, попшикалась антиперспирантом. Антиперспирант это даже лучше, чем дезодорант. Проходит три часа, как будто я ничем не пшикалась и как будто не купалась. Реально очень сильно пахло потом. И вот такие вот комментарии, я видела в Телоке, типа, девочка попалась, которая говорит, что она записалась на депиляцию, ей вот такой вот комментарий пишут, я думаю, ты серьезно, у всех все индивидуально. И лично мне было адски некомфортно, адски некомфортно. Я не знаю, как у других, но лично мне волосы очень сильно портят гигиену, прям адски, адски, адски сильно. Поэтому я не брею волосы, не потому что я против волос, потому что фу, это противно, это гадко видеть. Нет, я против волос, потому что это не гигиенично. В моем случае это не гигиенично абсолютно. Вот проходят эти дни, я прихожу на процедуру, опаздываю на 15 минут. Мне мастер говорит, мы, возможно, не успеем, типа, сделать подмышки. Я такая, почему? Она говорит, потому что вы опоздали на 15 минут. Я такая, так, стоп. Лучше мне сделайте подмышки, а если что, зону бикини мы оставим такой. Я, допустим, к другому мастеру, думаю, запишусь. И спрашиваю, почему она говорит, ну, потому что вы опоздали на 15 минут. Я думала, что 15 минут, это реально не критично, но оказывается, что критично. Делаем мы сначала зону подмышек, все было ок, быстренько. Знаете, больно, примерно на 60% из 100. Возможно, потому что у меня там нежная кожа, но волосики у меня там не особо какие-то толстые и не особо вросшие и так далее. Короче, ну, средненько, все нормально, не забрита сильно. Минут 8 мы эту процедуру делали, все ок, там кровоточило, и это нормально. Вот как у меня выглядели подмышки после часа процедуры. Возможно, они у меня достаточно, они немножко щипали, потому что на улице была жара. И когда я дошла до дома, я типа искупалась, и дальше было уже все нормально. Все, краснота прошла, вот как они у меня выглядят сейчас. Извиняюсь, кому неприятно на это смотреть, ну, короче, здесь нету волосиков сейчас. Хотя, возможно, на камере кажется, что есть, но нет. А, какие-то маленькие есть. Дальше пошла зона бикини. Она думала то, что мы не успеем, я такая, ладно, давайте, типа, попробуем. Начинается процедура, я, допустим, раздвигаю вот таким вот образом ноги, типа, в позе лотоса. Я не знаю почему, но я не стеснялась, потому что я знала, что передо мной врач, и мне было ок. Наверное, это все еще зависит от мастера, потому что она постоянно со мной разговаривает, наверное, чтобы меня успокоить. Начинается депиляция сначала, типа, с верхней зоны, а потом ближе к нижней зоне. Знаете, насколько мне было больно? Не знаю почему, но я особо не чувствовала сильной боли. Боль была сравнима как с подмышками. Я не знаю, как это работает, но мне было реально не особо больно, и мне мастер сказал, что я пока у нее такая одна единственная, которая не кричит, которая там не говорит, типа, ай, невольно, не дергается. Я просто лежала вот так, а она мне пшик, 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 я такая, окей, я думала, будет больнее. Она удивилась, если честно говоря. Короче, мне было не больно, но она говорит, что другим девчонкам бывает очень-очень сильно больно, и поэтому мы успели с ней сделать эту процедуру за 30 минут. То есть я даже опоздала, и у нее еще 10 минут осталось, чтобы попить кофе. Я повторю, что это все индивидуально, то есть вам может быть очень больно, вам может быть вообще не больно, вам может быть средне больно, как мне, допустим, типа, вообще терпимо. Возможно, даже стоит использовать лазер, но я, честно, не углублялась во все это. Про лазер мне говорили кое-что плохое, что он портит кожу или все что-то такое. Короче, я не знаю, но почему-то я боюсь лазеров, возможно, это необоснованный страх. Мне сделали эту всю процедуру, мы уложились меньше, чем в час, и я вышла, думаю, ох, какая свобода, как же мне хорошо. То есть я чувствую, что у меня там волосиков нет. Я пришла домой, посмотрела, как у меня выглядит зона бикини, она немножко была, ну, покрасневшая, ничего не щипало, больно не было, ничего не жгло, и все было ок. Зона подмышек, я уже вам рассказала, что у меня с ней было, и сейчас не тут, не тут у меня нету волос. Прошло уже 4 дня, все, ничего не появилось. Буду ли ходить я на следующей процедуры? Да, буду. Буду на повторной ходить, потому что, насколько я знаю, это накопительный эффект, все. Ноги на ногах у меня вот уже 3 недели прошло, отросли волосы нормально, так в некоторых местах сильнее, возможно, потому что я пришла на процедуру, не отрастив нужную длину. Надеюсь, кому-то было полезно это видео. Подписывайтесь на мой канал, потому что мы с вами будем выполнять вот этот вот план на лето, за один месяц, за август, потому что пока ни одного я не сделала из этого списка, и надеюсь, мне будет легче делать это с вами. Спасибо, что вы смотрели мое видео, я вас очень всех сильно люблю, всех целую, пишите, кто делал депиляцию или эпиляцию, или там лазер, насколько вам понравилось, насколько вам было больно, может, вам насколько не понравилось и так далее. Буду рада вашему лайку и подписке на канал. Субтитры сделал DimaTorzok